Ну что, всем здарова, с вами москвинь, как вы уже поняли по названию видеоролика и превью, сегодня я вам покажу как лучше всего стартануть на маджестике, что делать, куда пойти и где работать. Ролик будет очень интересный, досмотри его обязательно до конца, самое главное без перемотки, так как в ролике есть важная информация, тем более для новичков, поэтому не пропусти. Ну а мы уже начинаем, всем приятного просмотра. Первым делом вам нужно спуститься в описание под видеоролик и найти первую ссылку для установки маджестика, после чего нажимаем скачать лаунчер и соответственно устанавливаем его. После того как вы скачали, вам нужно будет выбрать сервер, на котором вы будете играть, лично я играю на первом сервере, поэтому если хотите играть вместе со мной, то всех приветствую на первом. После чего вы заходите в игру и подошел момент регистрации вашего аккаунта, тут будьте внимательнее. Придумаем логин к вашему аккаунту, прошу заметить, что это не ваш никнейм, а просто логин, который стоит запомнить. Если вы будете играть на другом компьютере или когда потребуется войти в аккаунт, вас попросят логин и пароль. После чего соответственно придумываете себе пароль, вводите свою почту, лучше не вводите рандомную, так как если вы забудете пароль, восстановить вы сможете с помощью почты. А теперь вот самый главный пункт промокод. Тут вы вводите мой промокод москвин, который капец как вам поможет на старте. Отдаст он вам 20 тысяч баксов и 7 дней платинум вип и много разных плюшек. И как только вы создали аккаунт, снизу у вас высветится уведомление, что вы успешно ввели мой промокод. Но если получилось так, что вы уже создали свой аккаунт и при регистрации не ввели мой промокод, то это не беда и чуть позже я вам покажу как его ввести. И тут мы подошли к созданию вашего персонажа и придуманию вашего имени для вашего персонажа. Придумываете себе ник, фамилию, вводите свой возраст и указываете от 18 лет. И настраиваете вашего персонажа. Сделать вы это сможете вручную, либо с помощью кнопки, которая будет на рандом создавать вашего персонажа. И как только вы все сделали, вы будете смотреть тизер буквально на 2 минутки и появитесь в аэропорту. Возвращаясь к вопросу, как ввести промокод, если не указал его при регистрации, то открывайте част и вписывайте команду слэш промо москвин и вы успешно его введете. Лично я уже вводил и показать вам этого, к сожалению, не смогу. После чего мы видим NPC персонажа, которому нам нужно будет подойти и поговорить с ним. У него же берем начальные квесты и справа сверху у нас они появятся. И первым же квестом для вас будет посмотреть список авто на аренду. Сделать это здание вы сразу же можете у этого NPC персонажа. Для этого мы повторно с ним говорим, нажимаем кнопку мне нужен транспорт и арендуем сам дешевый пет за 60 долларов в час. После чего справа сверху мы видим следующий квест, где нам нужно будет открыть банковский счет и для этого мы открываем карту через escape и видим ближайший банк номер 2. Также вы можете нажать клавишу F3 и у вас откроется GPS навигатор, в котором вы в поиске можете написать слово банк и вам предложат доехать до самого ближайшего банка. Ну и соответственно отправляемся до него, забегаем в банк и открываем свой банковский счет. Придумайте свой пин-код, его вам нужно будет запомнить и имейте ввиду, если у вас кто-то его узнает, то ваши деньги снять никто не сможет. И следующее задание у нас заглянуть в банкомат. Для этого мы выходим из банка и сразу слева от выхода нас встречает два банкомата, в которые нам нужно будет просто заглянуть и выйти. Вводите свой пин-код и квест успешно выполняется и сразу же можете выходить из банкомата. И следующее задание поговорите с путеводителем. Для этого также открывайте карту через escape и как видно у меня на экране находим чуть выше такого белого человечка, на который мы ставим метку и отправляемся до него. И перед тем как мы продолжим тему с квестами, забыл сказать очень важную инфу. Если откроете F2 и зайдете в раздел магазин и стартовые наборы, то увидите стартовый пак платинум, который вам нужно будет 100% приобрести. Так как это сэкономит очень много вашего времени и тем более дадут очень много различных выгодных плюшек на старте. Там даются все комплекты лицензии, что очень даже удобно, 100% способностям силы, стрельбы и выносливости. Также помимо моего промокода москвин, который дает вам 7 дней платинум вип, вы еще и получите с помощью этого же пака дополнительные 7 дней к платинум випке. Итого у нас уже целых 14 дней. А также дадут целых 100 тысяч виртуальной валюты, на которую вы сможете сразу же себе приобрести машину для старта. Стоит этот пак 1000 маджести коинов и если переводить это в реальные деньги, то это 500 рублей. Так как на проекте действует x2 к донату. Но если вы не хотите тратить свои настоящие деньги сразу, то отыгрывая каждый день по 5 часов, вы будете получать по 200 маджести коинов. И ровно за 5 дней игры по 5 часов вы накопите целых 1000 маджести коинов, на которые вы сможете сразу приобрести данный пак. А теперь вернемся к квестовым заданиям. Подходим к этому NPC персонажу и нажимаем на клавишу под названием «Насчет квеста» и вам дают еще целых 3 дня платину вип совершенно бесплатно. Итого у нас уже целых 17 дней платину вип. Но также помимо этого вам дают квест и нам нужно будет заработать целых 3000 долларов на подработке. Есть очень много разных подработок, но покажу я вам одну, самую выгодную, где больше всего платят и где быстрее всего можно завершить данное квестовое задание. Для этого мы открываем GPS навигатор через F3 и в поиске пишем «мясник». Ставим метку и отправляемся работать. После того как вы приехали, заходим в здание, подвигаемся также к NPC персонажу и устраиваемся на работу. И бежим рубить мясо на точку, отмеченную слева снизу у вас на карте. И для того, чтобы вам рубить мясо, вам нужно нажимать на клавиши, которые вы видите на экране. И это задание заработком в 3000 баксов вы можете сделать за 12-13 минут, что очень даже быстро. И после того как вы заработали эти деньги, возвращаемся к NPC персонажу и нажимаете «получить зарплату». Но самое главное не увольняйтесь с этой работы и чуть позже я вам расскажу почему. И следующим заданием у нас посетить магазин 24 на 7 и приобрести телефон. Заходим в магазин, выбираем раздел электроника и покупаем iPhone 11 за 2000 долларов. Совсем без разницы картой или наличкой. И следующее квестовое задание – посетить магазин. И для этого задания нам ничего покупать не нужно, просто зайти в магазин и выйти. И задание успешно выполнится. Следующее задание – посетить барбершоп. И для выполнения все так же вы туда заходите и приобретать какую-либо услугу вам не потребуется. И как только вы все сделали, вам нужно будет вернуться к путеводителю и поговорить с ним. Нажимаете кнопку на счет квеста и вам за выполнение прошлых квестов начисляют халявных 1500 баксов на ваш банковский счет. И вам дают следующие квестовые задания, которые мы не будем выполнять, так как за них нам больше не начислят денег. Поэтому мы подходим все так же к этому же NPC-персонажу и отменяем у него все квесты. Далее по квестам вам нужно будет получить права и посетить автосалон. Но как я и сказал, за это нам никаких денег, за это мы не получим. А сдать на права вы сможете в любой момент. Тем более, если вы приобретали за 1000 Majestic Coins тот самый стартовый набор, то у вас и так будут абсолютно все права и лицензии. Тем более, на данный момент в автошколе отключена теория, то есть вам не нужно отвечать ни на какие вопросы, а будет только практика. Где вам нужно будет просто проехать по желтым меткам, но будьте аккуратнее, не сбейте прохожих. Так как если вы кого-либо собьете, вам придется выполнять сдачу прав заново. Ну и соответственно ваши деньги просто пропадут. Возвращаясь к моменту, почему не нужно было увольняться с работы мясника. Нам нужно будет приехать на него заново, подойти все так же к NPC-персонажу и нажимайте на кнопку под названием «Я могу чем-то помочь». Тем самым берем у него дополнительные задания, где нам нужно будет все так же заработать 3000 баксов и при успешном выполнении этого задания, помимо еще заработанных 3000 баксов, вы получите сверху еще халявных 2000 баксов. Итого у нас целых 5000. И как я и говорил, на это задание вы все так же потратите максимум 12-13 минут. И как только вы заработали, возвращаемся к NPC-персонажу и нажимаете на кнопку под названием «Я завершил задание» и получаете свои 2000 баксов. Но также не забудьте получить зарплату в виде 3000 баксов, а самое главное не забудьте уволиться с работы, как забыл сделать это я. И вот мы уже почти на финишной прямой и подошел момент, где нам нужно уже заработать деньги на какой-либо работе. Есть очень много различных способов заработка, но я бы вам посоветовал работу дальнобойщик, так как она самая выгодная и прибыльная. Устраиваемся и видим, что мы можем арендовать машины, которые нам совсем не подходят для работы, так как они очень медленные. И тут для вас есть несколько решений. Первый это зайти в официальный дискорд по маркетплейсу Маджестика, ссылка на которую будет конечно же в описании. И в разделе «Аренда» арендовать машину под названием «Анисхелион», на котором вы сможете сразу же работать на первом ранге. Цены как видите разные и вы сами с ними можете ознакомиться. Но есть и второй более выгодный для вас вариант, это вступить в какую-либо семью, которую вы сможете все так же найти в этом же дискорде в разделе «Поиск». Там много разных объявлений о наборе в какую-либо семью. Лично я нашел, списался с человеком и меня успешно приняли. Для чего же мы вступили? В этих семьях вы можете брать машины и кататься на них. Лично там же я и взял совершенно бесплатно Анисхелион для работы дальнобойщика. Но помимо этого есть и обычные машины, которые вы можете брать, ездить и работать на том же таксисте. И помимо этого у каждой семьи есть свой дом, которым вы можете пользоваться. Что очень даже круто для вас на первое время, так как не нужно пока что покупать себе квартиру. Ну и понятное дело, что вы не один в семье, кто хочет работать дальнобойщиком и машина может быть занята другим игроком. И если у вас есть заработанные деньги или друг, который вам помог как-либо денежно, то вы можете приобрести в автосалоне лично свой Хелион за 300 тысяч баксов. Но если вы донатер и есть возможность закинуть деньги в игру, то вы можете в премиальном автосалоне приобрести за 8 тысяч Можести коинов или в реальных деньгах 4 тысячи рублей купить Мерседес Принтер, который считается самой быстрой и крутой машиной для дальнобоя. Так как она очень быстрая и на ней вы сможете зарабатывать по 40-45 тысяч баксов в час, что очень даже неплохо. Поэтому я всем советую данную машину для покупки. Так же как я и сказал, играя каждый день по 5 часов, вы получаете по 200 Можести коинов и сможете накопить себе на данный транспорт. А если вы хотите еще быстрее накопить и бесплатно получить Можести коины, то у меня совсем недавно вышел видеоролик, где я показал промокоды и информацию о том, как бесплатно получить коины в короткий срок. Сейчас вылезет подсказочка с этим видеороликом в правом верхнем углу. Смотри тот ролик, как только досмотришь этот. А я надеюсь вам понравился данный видеоролик и был вам очень полезен. Если это так, то напишите обязательно об этом в комментариях. Так же не забываем, что у меня сейчас проходит розыгрыш в моем дискорд канале, ссылка на него конечно же будет в описании. Всем спасибо за просмотр, с вами был Москвин, всем удачи и пока.